Девушки отдыхают Я не раз пробовала Да, красота Здесь реально можно всё пробовать Сегодня мы сходим к вам в магазин Colt Это наши пятёрщики Пошли всякие спешл, наши главные герои сегодняшнего выпуска, Ремизор. Пойдемте, пожалуйста, в секцию фруктов и овощей. Это уже не так красиво, как в предыдущем «Глоточке». Мне всегда поражало, почему у нас в России нет такого разнообразия овощей и фруктов. Хотя вроде как... О, за 2,50 наш любимый виноград. Ну конечно же мы берем 2. Среди мне. Партнер. 2 бучка за 3 бакса. Представляете, какие-то классные цены. Только 9. Олежке нравится. Семки. И все по кругу. О, есть еще тортики, кстати. Куча всяких разных грибов. Тортики. И, кстати, что тут реально дорогое, так это хлеб. Тут дешевле доллара 90, хлеба просто нет. Причем они все вот такими огромными пачками, которые плесневеют просто через пару дней. И мы со свастикой не успеваем их съедать. Еще больше хлеба. Здесь уже идет все выше, чем 2 доллара. Очень непонятно, чем они все отличаются. Это просто все булка. Я вас обманула, есть за 85 центов. Но это просто белый в батоне. Но это самое дешевое, что нужно. Вот еще у них какие-то традиционные булочки такие подаются. С изюмом, шоколадом. Но, кстати, это особо, потому что они кажутся такими вкусными. Написано 100% в стране с кем фруктами. Вообще, у меня купишь, что это булка. А вот и наш любимый беджимай. Беджимай. О, нормально. У нас тут есть. Ням-ням-ням. Просто со скидочкой. А вот, видимо, как его надо есть, кстати. И, судя по всему, это яйцо пошло наверху. Мы неправильно это делали, оказывается, поэтому нам не понравилось. Мне еще сказали, что надо есть авокадо. Тонкий слой беджимай и авокадо. А, а еще, кстати, я никогда не понимала, почему у нас в России нет натуральных соков. Типа такого. Красиво. Просто свежевыжатый апельсинный сок. И почему-то в Европе визайн есть, а у нас нет. Несмотря на то, что он дорогой, я бы его все равно покупала. Но почему-то у нас авокадо не делают. Что за прикольный? Вот тут еще есть грекрутовый такой же. Мандариновый и яблочный и так далее. Всякие смузи. Кокосовый. Курица. Всякие сосиски для барбекю. Кстати, барбекю у них считается просто сосиски с племеном пожаренными и все. А вот это у нас барбеки такое. Куча-куча курица. Всякие барбеки. Всякие самые интересные даже. О, кенгуру. Блин, я, кстати, ни разу еще не пробовала. Да, вот, кстати, а вот и кенгуру. Как он выглядит? Выглядит как печенка какая-то. Бурмэ. Просто ням. Вот такого цвета сосиски. У него какое-то темное. Темное мясо какое-то. Дальше у нас посланина. Что тут еще? А это бараны, по-моему. Клэм. Очень много, кстати. Большой выбор. Здесь у нас пошла рыба. К сожалению, этот не очень большой выбор сейчас подставал. Но вообще ничего интересного. Раньше тут лежала очень красивая рыба. Клэм. Ее, видимо, нужны морепродукты. И тут всякая фигня, типа, опять этого вегини. У них, кстати, скоро паста, поэтому продаются все эти пасхальные зайчики и пасхальные. Сейчас обратила внимание, тут есть кроме пилл баттера, кроме расцелой пасты, и тут еще какое-то... Да, тут есть еще и миндальная паста, и кешл паста. Что-то дофига с этих чипсов. У них есть в этом мега-пачка. И коричневые чипсы. Палахинные чипсы. Пумусовые чипсы. Героиня шоу. Очень сосредоточен на выборе орать свою пасту. Зачем тебе миндальное молоко? Нет, я его иногда. Ты что, вегетарианта? Нет. Оно полезное, и оно за доллар. Все понятно. Так бы сразу и сказал. Просто надо полезное. Здесь, кстати, есть каша. Традиционная такая овсянка. Огромные пачки каши. Многие люди ведут здоровый образ жизни. Куча всяких мюсли, кстати. Что очень хорошо. Тут, кстати, есть традиционный продукт. Называется вот видвикс. Это такие вот... Подержи меня. Вот такие... Не знаю, что это. Типа овсянки, мюсли. Они в таких виточках. Их просто бросаешь молоко. И они разжижаются. И вот они покупаются такими прям блоками. В том числе по 1,4 килограмма. Это просто огромное. Я сейчас тебе еще уронила. Пойду-ка я отсюда. У них даже есть стаканчики для мороженого. Как это мило. Если вы умеете, будут делать сами морозные. А еще у них тут везде, я не знаю, это видимо считают на фаналий напиток. Джинджер рил. То есть это... Это не пиво. Просто такой лимонад. Но он тут почему-то повсюду. Оливки. Здесь уже мясо на разрез. Все-таки заготовки. Оливки. Наши любимые оливки. Господи. Маринованные. Это просто рай. Смотрите. Смотрите. Я бы жила в Алишке. Мараганские. Средиземельские. Сыры. Что как там с Санкт-Петербургом? Что очень забавно, у них распространена томатная паста в баночке от йогурта. Не знаю почему так. Ну, наверное, удобно. Ну и конечно из-за того, что тут очень много настроек. У нас есть просто эгранты. Есть много всяких неведомых мне совершенно продуктов. Индийских. У тебя вообще нет понятия, что это. Подамы. Китайские. Какие-то. Какие-то гель-кокосы. Еще что-то. А, местный доширак тут, это магия. И фантастика. Фантастика. Фантастическая еда просто. И всякая молочка. Мне, кстати, нравится, что у них тут йогурты продаются вот в таких огромных-огромных бадьях. по одному литру. А то и больше. Господи. Наверное, литр три. А, два. А еще, мой фаворист здешний, это йогурт с маракуйей. В общем, они все натуральные, но с такими тоже натуральными добавками. И, да, они все вот в таких огромных лисках. Ну, в принципе, удобно. Ну, на одного это на неделю, наверное, хватает. Чтоб смысл не поместить. А маленькие брать уже не могли. Потому что у нас идет молоко, 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 молоко. Очень много молока. А еще у меня тут были проблемы опять со сливками. Как и в Америке. Тут не написаны никакие проценты. Поэтому вообще непонятно, что брать. Например, если ты хочешь приготовить какие-то грибы в соусе сливочном, я вот так и не поняла, что лучше брать. Потому что в основном это все для взбитых, для кремов всяких. Жирные очень сливки. А те, которые легкие, они все равно очень жирные. То есть я брала и не положила. А сыры у них, в принципе, похожи на то, как и не они. У них тоже в больших таких пачках. Но они тоже не очень дорогие. Вот, по килограммам продаются в основном. Еще, кстати, очень странно, но я думала, что тут так же, как в Швеции, они будут продаваться на какие-то лекарства. Но на самом деле тут даже в обычном магазине продаются всякие лекарства. А вот горло и обезболивающие тоже продаются. Даже не надо идти в аптеку, все можно купить в супермаркете. Еще бесит, что тут все мороженое продается в пачках. И это по одному. Даже не знаю, что делать, когда хочется мороженку прямо сейчас есть. Все в нем не кучит пиглёй. Это издевательство. Здесь тут столько пакетиков используется. Просто жесть. Они раскладывают разные виды товаров. Обязательно по отдельным пакетикам. В итоге получается вот такая куча. На впервые вижу такие красивые розы. Прямо произведение искусства. Ну вот и сходили мы с вами в магазин с Альфией. Забрали кучу пакетиков. Совершенно не экологичные. У меня вот всего два. Остальное будет в очке. Другой не вместилось. И поедем сейчас обратно. С вами были я, Альфия и Света. Точнее, блин, с вами были я. Ладно. Вот, кстати, один из старейших баров. Royal Exchange называется. Ну как-нибудь с вами туда сходим, наверное. Надеюсь. До свидания.